Церковь Господня, слава нашему Богу! Еще один день, еще одна возможность для нас быть вместе. И мы возвращаемся к посланию Коринфянам. Мы только начали на прошлой неделе, поэтому мы еще в первой главе. Еще одна только заметка, что тот номер телефона, который высвечен, это для того, чтобы можно было позвонить, оставить voice mail, оставить text message, хоть по-русски, хоть по-английски. Это Google number, там живого человека нет, который бы отвечал, поэтому вы никого не разбудите, можете звонить в любое время. И уже пришло несколько вопросов. Это будет хорошо, когда соберется их определенное количество, и мы проведем уже тогда Q&A по этим вопросам. Я думаю, что это будет очень полезно и интересно. А сейчас мы возвращаемся к тому месту, на котором мы остановились. Это пятый стих, где апостол Павел говорит о том, что благодать Божья не была бесплодна в жизни верующих людей в городе Коринфе. И пятый стих говорит так, «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Заметьте, здесь апостол Павел говорит, что вы обогатились всяким словом и всяким познанием. То есть это богатство. Хотя кто из нас, вот здесь сидящих, думает, что мы богатые люди, потому что у нас есть Слово Божье. Многие из нас, мы принимаем это как за само собой разумеющееся, что человек имеет Слово Божье и может его понимать. Но отдаем мы себе отчет в этом или нет, способность иметь Слово Божье через дар Слова и способность его понять – это великий Божий дар. И не все люди это имеют. Я, когда рассуждал об этом, то вспомнил один диспут, который я слушал между двумя очень образованными людьми. Один был христианин, доктор Майкл Браун, второй был раввин, доктор Шмулей. Оба евреи. Оба замечательно говорят на древнееврейском. Оба очень образованные люди. Только один христианин, другой иудей. Дебат их был по поводу 53-й главы пророка Исаии. И вот раввин Шмулей из Нью-Йорка, один из самых влиятельных раввинов Нью-Йорка, он говорит, что Авраам Линкольн больше похож на агнца безгласного, чем Иисус Христос. Потому что Линкольна застрелили из-за угла, он даже и пикнуть не успел. И после этого ни одного вздоха, ничего, в общем, он потерял сознание, так в себя и не пришел, и потом его похоронили. А Иисус Христос, это сколько он еще слов сказал после того, как его взяли. Какой же это агнец безмолвный, которого берут и который молчит перед тем, который берет его на заклание. И когда это слушаешь, думаешь, ну, неужели такая простая истина непонятна? Образованному человеку, который вполне хорошо понимает, о чем он говорит. Но действительно, когда Бог не дает понимания, то тогда оно и не приходит. И поэтому то, что мы можем иметь Слово Божье, и то, что мы можем его понять и принять в свою душу, это великий Божий дар, и никогда нельзя этим пренебрегать, как будто это что-то такое, что настолько малозначительное, что можно без этого обойтись. Это Божий дар. Хотя в то же самое время, Златоуст очень интересно говорит об этом стихе, что апостол благодарит за обилие даров, но не за обилие плодов духа. Видать, таковых было еще очень мало в этой церкви. Видите, люди, оказывается, были с юмором и в 4 веке. То есть, хорошо, да, дары хорошие у вас, но только плодов еще маловато. Но в любом случае, это Слово и это познание, оно не было бесплодным, потому что 6 стих говорит, «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». А ведь это цель этих даров. Цель даров Слова, цель дара познания для нас заключается в том, чтобы свидетельство Христово в нас утвердилось. И если это происходит, это достижение, это результат Божьего дара. И вы знаете, хотя у коринфян были проблемы, и проблемы большие, в то же самое время намного легче было с ними иметь дело, потому что они уже были людьми верующими. Даже когда человек спотыкается и когда падает, но он верит, с таким легче иметь дело, чем с человеком, который, ну, все, не верит, не обращен, не знает Бога. Итак, все равно, то, что было в их жизни, это было плодом Божьей благодати, который достигал своего успеха. И дальше 7 стих говорит, что так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. И вот с этого места начинаются интересные рассуждения у многих богословов, которые писали об этом очень много. Здесь говорится о том, что они не имели никакого недостатка в духовных дарованиях. И все задают один и тот же вопрос, что если у них не было никакого недостатка в духовных дарах, то как при этом апостол называет их плодскими? И как при всех этих дарованиях они впадали в такие искушения, которые были в этой церкви? Как это возможно? И здесь, конечно, версий очень много. Одни говорят, что все вот эти дары, которые были в той церкви, и пророчество, и слово, и исцеление, и все, что было там, все это было ложное. Все это не было от Бога, потому что если бы эти дары были от Бога, если бы они были истинны, так Дух Святой давным-давно поставил бы эту церковь на место. Он бы проговорил пророческим словом, он бы совершил какое-то знамение, дал бы людям понять, что они идут не в ту сторону. Я не думаю, что это совсем правильная версия, потому что позже в этом же послании апостол Павел наставляет их, говоря о духовных дарах, и ни разу не скажет, что ваши дары не от Бога. Ни разу не скажет, что это ложные дары. Ни разу не скажет, что это подделка, потому что особенно это важно, потому что когда речь идет о духовных дарах, здесь речь не идет о часах, которые подделали, или о картине, которую подделали. Духовный мир разделяется только на две части. Или это от Бога, или это от дьявола. То если это не от Бога, то от кого это тогда? Апостол Павел об этом не говорит им. Дух Святой на это не обращает внимания. Наоборот, он говорит, что дары у вас правильные, просто вы относитесь к ним неправильно, вы пренебрегаете ими. И ваше отношение к ним не такое, которое должно быть. А сами дарования Божьи, они никогда не приложены. Другое толкование говорит о том, что просто не все люди были там такие. Там были нормальные люди. Но вот к этим нормальным людям апостол Павел обращается, а вот все остальные были проблемные. Но мы и этого не видим из текста. Мы видим, что Павел обращается ко всей церкви, ко всем тем, которые там были, и особенно он обращается к тем, у которых были проблемы в их жизни веры, в их христианской жизни. Я думаю, что больше всего похоже на то, что обилие даров, обилие Божьей благодати – это одно. А способность людей привыкать к этому, даже к самому чудесному, и скатываться на плотской уровень – это другое. И вот это мы замечаем в церкви очень часто. Мы это замечаем в Библии очень часто. Даже если мы возьмем израильский народ, выходят из пустыни, манна падает каждый день, стоп огненный и облачный стоит над скиней, и однако они задаются вопросом, а есть ли среди нас Бог или нет? Моисей ушел на гору, не стало его, и не знаем, есть уже Бог или нет, может, идола надо сделать. Пускай другой Бог ведет нас назад в Египет или в обитованную землю. Вот так легко и быстро можно привыкнуть к сверхъестественному, хотя манна продолжает падать. Мы можем читать о Валааме, который имел Божьи откровения и говорит о себе, что я тот человек, который падает, но открыто око его, то есть я даже сам вижу, что я падаю. И такое может быть. Мы можем читать о Самсоне, который на себе переживал Божью силу, однако настолько к этому привык, что уже и внимания на это не сильно обращал. То есть не зря и Христос, и апостолы, обращаясь к церкви, говорили, что нам надо бодрствовать в нашей жизни. А что значит бодрствовать? Бодрствовать – это значит, что к себе относить все правила духовной жизни, которые написаны в Библии. Вот что значит бодрствовать. Библию читать надо мне, в церковь ходить надо мне. Повиноваться Слову Божьему надо мне. То, что запрещает Писание, оно запрещает это для меня. И как только человек к себе относит все правила духовной жизни, относящиеся к благочестию, этот человек бодрствует. Как только человек начинает думать, что я уже достаточно сильный. это уже не для меня. Это вот для всех этих остальных людей. Вот им надо Библию читать, им надо молиться каждый день, им надо собрание не пропускать. Ну, я же уже достаточно сильный. Ну, что будет, если я раз не приду, два не приду? Что будет, если я, ну, вчера не читал Библию, да и позавчера не молился? Ну, что же здесь такого? Вот это начинается падение. Вот это начинается то состояние, когда человек не бодрствует. Он уже к себе не относит все то, что относится к благочестивой жизни. Вот так начинается падение верующих людей. И мы знаем, что даже великие люди, которые имели определенную славу и авторитет в христианстве, пришли к полному падению, потому что перестали к себе относить все то, что они проповедовали другим людям. Вот этим другим всем людям, овечкам надо, а я уже, я уже пастырь, я уже на достаточно высоком уровне, поэтому мне уже это не надо. И вот с этого начинается падение. Поэтому какая бы одарованная церковь не была, какие бы там не были великие прославленные дары, бодрствовать надо каждому, иначе можно привыкнуть к любому дарованию и все равно спуститься на плоской уровень. И в то же самое время 8-9 стих говорит о Божьей милости, и написано, что Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общении с Сыном Его, Иисуса Христа, Господа нашего. После этого стиха Павел начнет давать им горькую медицину. Но перед тем, как это сделать, он дает им луч надежды. Он хочет сказать им, что за ваше спасение взялся Бог. Это верен Бог, верен Бог, Который и утвердит вас, Который и сохранит вас, Который доведет вас до конца. Братья и сестры, вы знаете, нашим спасением занялся Господь. И Он хочет не просто сделать из нас хороших людей, достойных соседей, Он хочет сделать из нас своих детей, которых возьмет к себе на всю вечность. И поэтому, что бы ни происходило в нашей жизни, как бы мы не рассуждали о себе, мы должны понимать, что Бог нас любит. И Он не просто ругает, когда обличает нас, Он не просто ругает и выставляет на показ. Вот посмотрите, какие проблемы у этого человека. Он делает это для того, чтобы помочь, для того, чтобы исправить, и для того, чтобы вот это исправленное, доброе, хорошее взять с собой. Вот для этого Господь обличает. И следующий, десятый стих, это ключевой стих этой главы, который пойдет и дальше, говорит нам следующее слово. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот эта мысль о единстве в церкви, она начинается с этого десятого стиха первой главы и будет идти до конца второй главы. И для апостола очень было важно начать с этого, начать с единства. Потому что, если нет единства, то тогда все остальное не имеет смысла. Если нет единства, то кому тогда обращаться? И если потерять единство, то тогда потеряется та цельность церкви, которая должна быть у верующих. Конечно, о отсутствии какого единства здесь идет речь. Апостол Павел пишет, что «Я разумею, что у вас говорят «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». В дословном переводе этого текста оно звучит так, что каждый из вас говорит «Я такой, я такой, я такой». То есть в этой церкви все, которые ее посещали, разделились на партии. И каждая партия, она имела своего лидера, она имела своего человека или имя, авторитетное имя, на которое она опиралась. и каждый знал свое место, кто, где, в какой партии и кому принадлежит. В чем же заключалась эта принадлежность? Или какой была основа их разделений? В чем была проблема вот этих разделений? Традиционно, конечно, мы понимаем, когда слышим слово разделение, мы понимаем его в нашем ключе, в нашем понимании, что разделение – это когда люди одного учения, когда люди одного понимания вдруг находят то, что, ну, они не могут уже больше служить Богу вместе. Есть определенные привязанности к одному лидеру или к другому, и такие деления происходят очень часто, но они в основном происходят на основании человеческих амбиций, гордыни человеческой, желания быть старшим, желания быть главным. Они почти никогда не происходят на основании учения, теологии, пути веры и следования за Христом. Обычно люди, разделившись даже, они продолжают понимать одинаково. У них одинаково, если взять просто любого члена церкви, они понимают одинаково, что в той церкви, что в этой. Но эти решили пойти за этим человеком, а те за тем. И вот получилось разделение. Конечно, это достойная мысль, и нельзя, конечно, ставить человека на педестал. все мы Христовы, и никто из нас не принадлежит определенному конкретному человеку. Но об этом пойдет речь в третьей главе. Здесь же, я думаю, что идет речь о другом. И большинство комментаторов согласны с тем, что здесь идет речь о разделении в учении, в понимании, в вероучении, в том, как люди смотрели на свою христианскую жизнь. Поэтому апостол и убеждает их, чтобы у них было, чтобы они говорили одно, и чтобы у них были, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. То есть, не просто собирались в одном здании. Поверьте, можно собираться в одном здании и в то же самое время не иметь единства. Можно собираться в одном здании и совершенно по-разному смотреть на одни и те же истины. И тогда единства никакого не будет, даже если люди собрались в одном помещении. Что же имелось в виду, когда они говорили, что я Павл, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов? Конечно же, речь шла не о тех, от кого эти люди услышали Евангелие и в результате чьей проповеди эти люди уверовали. Дело в том, что речь здесь идет о их понимании, обучении, о том, в чем они были наставлены, потому что апостолы, они же не только евангелизировали. Почитайте Деяния апостолов, как мы уже проходили. Апостол не просто пришел, провел евангелизацию, рассказал людям благую весть и поехал в другое место. Он оставался на определенном месте, вот здесь в Коринфе полтора года, и полтора года он учил их пути Господню, определенные наставления в вере, как понимать вопросы вероучения, которые относятся к благочестию, к христианской жизни. И, конечно, каждый из них уверовавший принимал это учение, учение Христово по-своему, в силу своих способностей, в силу своих желаний, в силу своей веры, которая у каждого была, уровень, который у каждого был свой, да даже в меру своих греховностей. Потому что все равно, когда человек кается, он же не становится автоматически на высшую ступень веры. Приходя к Богу, это же в семечки, в семени, зародыш, который должен потом вырасти. Это Царство Небесное, оно должно, как дерево, потом захватить всю душу, все сердце человека. Но начинается оно с маленького. И когда Царство Небесное начинается с маленького, то плод человека, его старая жизнь, она же все еще большая. И поэтому не всегда обращенный к Богу человек сразу может понять все то, что требует от нас Господь. И поэтому уровень веры может быть разный, уровень познания может быть разный, уровень восприятия истины может быть разный. И все мы отличаемся в этом даже друг от друга. И что замечают толкователи, что желая придать вес своим понятием, многие из них опирались на имена знаменитых людей, которых, может, в жизни своей даже никогда и не встречали. Кто-то опирался на имена апостолов, кто-то на имя Павла, кто-то на имя Аполлоса, а кто-то на имя Петра. А были и те, которые на самого Христа опирались. Ну, с Павлом и Аполлосом понятно, но вряд ли, что Петр там был, потому что этой церкви от основания всего было четыре года. Это же не то время, как сейчас захотел, сел в самолет и через 20 часов ты вышел в Телавиве. Это не то время. Тогда, чтобы просто с одного места в другое добраться, сколько времени надо было. Да люди даже не знали, я помню, как-то читаю о крестовых походах, и люди вот с Франции решили пойти освобождать Иерусалим. А куда идти? А им говорят, вы идите, когда услышите, что говорят по-итальянски, то знайте, что уже рядом. Вот представьте себе такой direction. Так вот, люди жили в то время, это же не просто, что ты можешь так раз и уже на новом месте. Да, скорее всего, даже Петр не был в Коринфе. И люди, которые уверовали там, они уверовали по проповеди Павла и по наставлениям Аполлоса, который приходил туда и говорил им о Боге. Кстати, что же говорили о тех, которые считали себя христовыми? Вот здесь уже ни у кого из комментаторов нет никаких сомнений, что в Коринфе не было ни одного человека, который лично уверовал, слушая самого Иисуса Христа. Кто же тогда те, которые говорили о себе, что они христовы? Это были те, которые говорили, вот послушайте внимательно, это от отцов церкви, думаю, очень полезно, потому что они жили намного ближе к тому времени, чем мы сейчас. Они говорили, что Павел боязлив в своих отношениях к Богу и к христианской общине и к миру, а они держат себя всегда как свободные, ничего не боясь. Они освободили себя от всякой зависимости, от апостолов, даже от обязанности поучаться в Священном Писании, так как по их убеждению они непосредственно входили в общение со Христом, и это общение давало им высшую мудрость, делало их ведущими во всех тайнах жизни и благочестия. Со временем этих людей будут называть гностиками, то есть теми людьми, которые проникают в совершенно закрытое, которое неизвестно никому другому, но известно им. То есть мы видим, что эти разделения они были не на почве того, что они не хотели собираться вместе в одном здании, а на почве того, что учение у них начало проникать разное. Люди по-разному начали понимать истину, которая для всех должна быть одинаковая, и даже когда они оставались в одном здании, у них уже созрело разделение, и это в общем-то важнее всего, потому что позже, когда пройдет время, уже не будут апостолов, эти разделения они превратятся в деноминации, они превратятся в разные направления религии, и остановить это уже никто не сможет. И, конечно, поэтому эти имена, имена знаменитых апостолов, они всплывали тогда, когда люди не могли сойтись в своих пониманиях. Им говорили, ну а на основании чего ты так говоришь? Ну как, потому что я Павлов, а тот говорил, а я Аполосов, а тот говорил, я Кифин, а тот говорил, я Христов, точно так же, как сейчас могут сказать, потому что я лютеранин, а кто-то скажет, а я кальвинист, а кто-то скажет, я методист, а кто-то скажет, я с западной Украины, у нас всегда вот так понимали, а кто-то скажет, а я с восточной Украины, у нас всегда вот так было, а кто-то скажет, а я с харизматов, у нас вот так, а кто-то скажет, а я с нерегистрированных, у нас вообще по-другому. И суть в чем? Суть в чем? Суть в том, что человек говорит, что я не согласен с тобою, потому что я с тех, а ты с этих. И поэтому у нас вот по-разному мы понимаем. Но главный пойнт, что хочет сказать им апостол Павел. И в 30 стихе этой же главы он говорит, что от него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. То есть, о чем идет речь? Если все от Бога, и если вы от Бога, и если вы вошли в одну церковь, одну невесту Христову, то как при этом у вас могут быть разные понимания вопросов духовной жизни? Как при этом у вас могут быть разные учения? Кто прав? Вот если два человека не согласны, два христианина понимают по-разному, кто прав? И апостол Павел в 13 стихе говорит, разве разделился Христос? Разве может быть так, что Христос одному человеку говорит на черное, что это черное, а другому человеку на белое говорит, нет, это не белое, это черное. Но неужели так может быть? Разве разделился Христос? Разве в его одном теле, одном теле, может быть разногласия, притом такого рода? В человеческом уме может. Для этой болезни есть название. И оно нехорошее. Так вот, апостол Павел говорит, ну, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. А соединиться в одном духе и в одних мыслях можно только тогда, когда человек соединен с другим человеком в вере, в познании, в понимании, когда есть один Бог, одна вера, одно крещение и одно учение, вот тогда люди соединены в одних мыслях и в одном духе. И, вы знаете, единство это, единство это, оно важно не ради самого единства, не ради того, чтобы вот теперь люди были в одном здании. Вот нас, скажем, кто-то может подумать, что нас объединяет одно здание или что нас объединяет одна славянская культура, один язык. Конечно же нет. Конечно же нет. Нас, мы понимаем, что это здание может пропасть в один день. Мы понимаем, что наш язык и наша культура может поменяться. Людей соединяет нет, а людей соединяет вера. И вера – это самое дорогое достояние, что только может быть. Вы можете человека лишить дома, вы можете лишить его денег, но лишите его веры, и вы сломаете этого человека. Потому что вера – это самое ценное, что есть в наших душах. И только тогда, когда есть единство веры, единство понимания, познания, единство духовной жизни, вот тогда начинает приходить в церковь настоящее единство. Когда люди понимают, что мы одно, мы едины, в нашем познании. И, вы знаете, получив откровение, важно получить правильное и держаться этого откровения. А мысль о том, что ну, я живу так, как мне открыто, ты живешь так, как тебе открыто, эта мысль невозможна, если это два христианина, которые, каждый из них родились свыше от одного и того же Бога, идут в одно и то же небо, и при этом по-разному понимают. Апостол Павел пишет в 12 и 13 стихе, это важные места, которые сейчас указывают и проливают нам свет на эти вещи, показывая, что здесь, в Церкви Божьей, не может быть разногласий касательно учения. Вот смотрите, как он пишет. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем вам не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Ибо кто познал ум Господень, 16 стих, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». То есть, смотрите, мы приняли Духа не мира этого, а Дух от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Причина, почему мы получаем духовное крещение, причина, почему Дух Святой входит в нас, чтобы открыть нам, верующим людям, знать, чтобы знать, дарованное нам от Бога. И мы это знаем не потому, что мы последовали сильно хитроумно сплетенным словам, а потому, что это открывает Господь. И раз это так, то не может быть такое, чтобы один и тот же Дух Святой открыл учения Павлу, Аполлосу, Кифе, и вдруг они не одинаковые. И вдруг один говорит одно, а другой говорит другое. И когда они не сходятся в своих мнениях, один говорит, ну так, конечно, мы не сходимся, потому что ты Кифина, а я Павлов. Конечно, у нас разные понятия, потому что ты Аполлосов, а я Христов. Ну, конечно, у нас разные понятия. Так вот, Павел говорит, что если мы научились от одного Святого Духа, то не может у нас быть разного понимания. Или кто-то не прав, или здесь вообще совсем что-то не то с этой картины. И то, что не передавали им, заметьте, апостол Павел пишет, что мы передаем вас не человеческой мудрости, изученными словами. Потому что если бы это было так, если бы действительно их слово было в человеческой мудрости, то тогда могла бы быть разница. Потому что, конечно же, не сравнится высокообразованный Павел с рыбаком Петро. в эрудиции, в понимании многих вещей, даже в логике. Но если это от Духа Святого, как дальше здесь написано, но изученными от Духа Святого, то если так, то будет одно. Потому что один Дух Святой научает апостолов, и один Дух Святой научает нас. И одна Библия, которая передает нам Слово Божье. И поэтому в Церкви Божьей не может быть разногласий касательно вопросов спасения, вопросов благочестия, вопросов духовной жизни. Вот здесь мы должны быть одно. И в этом разделении быть не может. Вы знаете, мы проповедуем, как когда-то писали отцы Церкви, что мы проповедуем то, что проповедовали все, всегда и повсюду. Почему? Потому что истина Божья, она неизменна. Она одинакова, она истина, и ориентир для этого Слово Божье. И, конечно, зная важность единства, зная важность, что это важно, апостол Павел с самого начала говорит, что вам вот это надо сперва исправить. Потому что, какой смысл передавать мне дальше вам исправление, доктрины, христианство, если потом кто-то скажет, ну, вы приняли, вы поверили, ну, так вы же и до этого были Павловы, ну, а мы-то Аполлосовы, причем для нас это послание. А я вообще, а я кифен, а тот скажет, я вообще Христов, это вообще ко мне не относится. Так вот, этого быть не может, если один Дух Святой передает истину, он не может передавать разным людям разную истину, которая будет опровергать одна другое. Конечно, апостол Павел, зная это и зная, как тяжело достучаться человеку, вот именно в этом, в этом тяжело достучаться, он умаляет именем Иисуса Христа. То есть, он понимает, что просто своим авторитетом он не может это приказать, именем Иисуса Христа. Очень замечательно об этом сказал Златоуст, я хочу, чтобы вы послушали, потому что то, что он писал касательно разделения, оно очень метко попадает в саму сущность того, к чему приводит разделение и как его можно определить. Он писал следующее, у них, то есть у коринфян, у них и части не были здравы, и целое было расторгнуто. Если бы части церкви были здравы, то были бы многие соединения, понимаете, да? То есть, если этот человек понимает истину правильно, и этот, у них будет много общего, у них будет много соединений, они одинаково понимают. А если у них были разделения, то не было и целого. Когда целое разделяется на многие части, то не только части не имеют ничего общего, но перестает быть и одно целое. Таково свойство разделений. Четвертый век. Действительно, вот таково свойство разделений. Когда у людей уже нет ничего общего, именно касательно веры. хотя не могут есть один и тот же по одному и тому же рецепту борщ, хотя у них может быть одна и та же одежда, культура одна и та же и здание одно и то же, но если пошло разделение вот здесь, нет ничего общего, то тогда это проблема. Многие разногласия приводят и к разделению. И единство, единство, которым призывает апостол Павел, оно должно быть в одном духе и в одних мыслях. И когда мы с вами можем быть едины в одном духе, то есть дух это само естество человека, это то, что меня делает мною, так вот, в глубине моей я един с вами и в мыслях своих, то тогда мы и говорить будем одно. А когда вот там нет единства, то тогда ничего не получится. В идеале согласие должно быть, конечно, в одном духе, в одних мыслях, но его не будет, если каждый уверен о себе, что он прав, а все остальные неправы. И этого не получится, когда кто-то будет говорить, что я Павлов, я Кифин, я Аполосов, а я еще кому-то принадлежу, а я с западной, я с восточной, а я с центральной. то единства тогда не будет. Интересно, даже сейчас, когда поднимаются какие-то вопросы касательно вероучения, то кто-то может говорить, меня с детства не так учили, или я с детства не так принял, или когда я был молодой, меня не так наставили, или у нас, где я жил, было по-другому. И вы знаете, честно говоря, все это, ну, если честно сказать, но все это, оно как-то звучит нелепо, потому что поверьте, вот так как у вас было, когда вы выросли, то сейчас так у нас вообще нет. Но оно получается касательно других вопросов, ну, ничего страшного, а вот того, что меня цепляет, сразу, знаете, как те, я киевин, так вот, у нас так не было, так у нас сейчас ничего нет из того, как было у вас, когда вы росли где-то. Интересно даже, что те говорят, которые, которым сейчас по 45 лет, и которые уже здесь по 30 лет прожили, говорят, у нас на Украине было по-другому, так вам тогда было 15 лет, вы вообще тогда по деревьям еще лазили, и вряд ли, что думали о том, как там у вас на самом деле в вашей церкви. А здесь уже, когда вдруг решается какой-то вопрос, то человек опирается на те вещи, на которые, ну, хорошо, если такая логика, так пускай все будет, как было там, а не, не, так меня не устраивает, вот только там, где избирательно, там, где мне нравится, или если я хочу опереться на это, ну, тогда я буду так говорить, а иначе не, иначе нет. Так вот, для нас единство должно быть в одном, в Слове Божьем. Вот это наш ориентир. Вот это то, вокруг чего мы должны сплочаться. Почему и важно для нас правильное вероучение, почему и важно для нас, почему мы молимся, когда каждый месяц у нас молитва, здесь высвечиваются нужды, и там одна из нужд, о том, чтобы истина провозглашалась в церкви, о том, чтобы не было ветра в учении. Это же не просто так, чтобы заполнить время молитвы, потому что это важно, потому что это то, вокруг чего мы должны соединяться, вокруг Божьей истины. И если мы вокруг этого не будем соединяться, то мы распадемся на разные части, и останется одна красная линия, которая где-то будет нас соединять, в чем-то мы будем переплетаться. Кто-то чей-то родственник, кто-то кого-то уважает, кто-то с кем-то вместе работает, но вот эта красная линия, она будет становиться уже и уже и уже, пока ничего уже не будут соединять, потому что нас соединяет только один, одна личность, это Иисус Христос, и поэтому в нем надо утверждаться, а он открывает себя через свое слово и через свое учение. Хотя, вы знаете, прийти к общему пониманию в христианской церкви в мировом масштабе это уже невозможно. Это уже, как говорится, прошло, с первых дней мы видим, были разногласия, и в 10 веке произошло, произошел большой раздел, где Запад и Восток разделились, разделились настолько, что не участвовали друг с другом в хлебопреломлении, не признавали священников один другого, не разрешали, чтобы женились, замуж выходили друг за друга, потому что это уже отвергали настолько разницу в вероучении. А когда пришла реформация, так количество этих церквей вообще начала в большом таком мотке разматываться, и на сегодняшний день мы видим, что были и многие религиозные войны, где один христианин и шел войной на другого, и это все потому, что не было единства, разделение произошло. А в наше время так вообще сколько церквей держатся чисто энтузиазмом одного человека, который вот он сам, и никого нет ни над ним, ни чтобы сказать ему, и никого больше не признает, вот только я один, и только моя вера правильная и верная. И даже если есть и собираются вселенские соборы, то когда подумаешь, о чем они там рассуждают, ну это просто смешно, например, рассуждают глобальное потепление, экология, или как поднять минимум вейдж для людей, или как выровнять, чтобы не было такой бедности, да казалось бы, какая, при чем здесь это до христианской жизни? это же совершенно не имеет никакого отношения к христианскому вероисповеданию, наверное, ну они и здесь не могут найти общий язык, наверное, их скорее всего только антихрист соединит. Мы им не поможем, заодно мы можем позаботиться и переживать, я уже заканчиваю, мы будем молиться, мы должны переживать за нашу церковь, чтобы вот между нами было единство, вот это в нашей власти, чтобы каждый из нас имел достаточно смиренно мудрее, чтобы прислушаться к другому человеку, чтобы каждый из нас имел достаточно смиренно мудрее, чтобы поставить Слово Божье во главу угла, а не мое понятие, мое понимание, мое убеждение, на котором я стою так твердо, что не сдвинешь меня, но только в том, что мне выгодно, во всем остальном я, конечно, могу двигаться как мне угодно, поэтому Писание предлагает нам, чтобы мы говорили одно, чтобы были соединены в одном духе и в одних мыслях, а это соединение может быть только вокруг Божьей истины, Божьей правды и Божьего откровения, поэтому будем молиться и об этом помолимся, склоняемся, молимся перед нашим Богом.